Полисадник Тамары Лисаченко в самом расцвете. От пышных кустов невозможно отвести взгляд. Есть даже уникальный вид роз хамелеонов. Эти красноогненные цветки меняют свой оттенок в зависимости от периода. Розы – любимые цветы Тамары Ивановны. Кроме них на клумбах также прижились гибискусы и пионы. По словам Анапчанки, ее цветник частенько становится фоном для фотосессий. Я считаю, что просто надо любить Анапу. И очень сделать, чтобы наш город был самый лучший. Вот мы проехались, я говорю, ну ездим с мужем, путешествуем. И мне считается, я считаю, что лучше Анапы вообще нигде нет. Потому что очень красивый город, вот именно весь в цветах. А этот цветник раскинулся в одном из дворов по улице Крымской. За ним ухаживают жительницы многоквартирного дома, одной из которых 86 лет. Однако пенсионерка самостоятельно пропалывает сорняки и высаживает новые цветы. По словам координатора местного ТОС, жильцов никто не заставляет благоустраивать территорию вокруг себя. Они считают это своим долгом. Люди неравнодушные, люди любящие свой город, люди стараются принести какой-то вклад, тем более сейчас накануне открытия сезона. В мае месяце она повсяк красивая. У нас только в Анапе высаженный рост. Вот идешь даже по улице, по любой улице, и везде у частного сектора, везде розы, везде ирисы. Люди даже умудряются ставить на балконах эти цветочки, чтобы была красота. Свой вклад в благоустройство курорта вносят и предприятия. Например, на улице Пролетарской молодые предприниматели облагородили территорию возле мусорных баков, разбили клумбу и оставили напоминание о вечных ценностях. Мы сделали это для того, чтобы пространство балансировалось в городе. Мы написали надпись «Частота спасет мир», потому что мы веруем, что если разгребать такие завалы на планете, не только в городе, но и вообще на земле, если по чуть-чуть наводить порядок, вот сколько мы можем, то тогда планета будет преобразовываться и город наш. В цвету Анапа как в центре, так и на периферии кто-то отдает предпочтение благоухающим розариям, кто-то высаживает неприхотливые петунии и бархатцы, некоторые и вовсе разводят декоративные пальмы. Конечно, есть и те, кому абсолютно безразличен родной город. Придомовые территории, находящиеся в запустении, выделяются на фоне цветущих палисадников и портят общий облик курорта. И если высадить цветы кажется сложно, то уж скосить траву и побелить бордюры – вполне посильная задача каждому. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Попов. Анапа. Регион.